Музыка Самое чувство, когда ты встала в пол-седьмого, отправила детей в школу и ложишься снова спать. Спокойной ночи. Снова. Вторая часть. Так, сегодня снова езжу. И сегодня я в штанишках. Решила, что сегодня я надену штанов, а не юбки. На самом деле они просто постирались. Я обычно хожу в штанах в юбку так и зарядка одеваю. И что-то с зеркалом. Такое чувство, будто оно очень мутное. Солнце светит. То на пол лица, то на лоб, еще куда-то. Но хочу вам рассказать, что у меня сегодня по планам. Сейчас я еду купить себе сумку, потому что этот рюкзак мне уже надоел. И в принципе, то есть моя сумка оранжевая не все вмещает в себя, особенно когда я на уроке. Короче, там мужчинка такой, я не фоткаю меня. Мне пофиг. Короче. И что, блин, забыл это. Я не могу, когда меня сбивают с мысли. У меня очень сильная... Нет концентрации. 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 Короче, я не могу долго концентрироваться на чем-то одном. В общем, сейчас вам скажу, о чем хотела сказать. А, так вот. И у меня маленькая сумка не вмещает в себе всего, что мне надо, особенно когда я хожу там на уроках. Плюс у меня сейчас будет новый проект. Мне надо сделать по Танаху проект. Выбрать какую-то историю, расписать ее. То есть мне вообще ничего не будет вмещаться. Рюкзак меня уже бесит этот. Я хочу уже что-то новенькое. И все, пожалуй. Я еще не знаю, чем мне еще надо купить. Надо подумать. Еще сейчас соберут в Заре сумку. И вот это вот стоит стабильное чеки. Мы просили снимать больше вещей. И цены. Вот, вам снимают. Короче, в Заре попросили меня перестать снимать. Потому что я не знаю почему. И я до сих пор ищу сумочку. Еще мне надо искать дневник тоже. Но как-то я прошла все магазины там, где есть дневники. Сейчас захожу в еще один такой магазин. Ну, в принципе, тут типа такая базовая одежда. И не очень дорогая. Сейчас посмотрим, что тут есть. Как на базаре. Stay gold. Так, нереально чувствую себя тут как на базаре. Такое не люблю. Короче, там, в принципе, никогда ничего нет. Ну, лично для меня, по моему вкусу, никогда ничего нет. Поэтому я даже не знаю, что там ничего не нашла. А с блокнотом это тоже беда. Потому что... Короче, я нашла 1 до 20 шекелей. Потому что мне жалко тратить 100 на блокнот. И там написано черный список моих бывших. Короче, мне понравился. И все. Думаю, куда идти. Скидон. Но эти тетрадки, которые я очень люблю, они очень дорогие. Поэтому никогда их не покупала. То есть один раз, когда и пинал себе покупала. Знаете, что такое на самом деле неловко чувство? Когда ты в своем кармане снимаешь видео уже 10 минут. Просто я не знаю, как моя жопа умудрилась снимать видео. Ну, что я могу сделать? Интересно, я очень позорю страну, иду в форме и снимаю видео. Но я хочу вам показать, что я купила. Короче, я купила вот такой вот пинальчик. Потому что мой с Hello Kitty уже в таком состоянии, что просто невозможно на него смотреть. Я купила вот такую бутылочку. Чтоб воду пить. Чтоб не покупать каждый раз одноразовую. И купила, конечно же, блокнот, который я так долго хотела. Там были разные, но я купила вот этот розовый. Потому что мне он нравится. И на нем написано офигенное. Все. Короче, это пока что все, что я купила. Возвращаясь, скорее всего, за сумкой вниз. А, давайте прокомментируем вам цены того, что я купила. Значит, я купила... Че я купила? Че я туда-сюда хожу? Я купила пенал за 20 шекелей, тетрадку за 20 шекелей. И бутылочку за 20 шекелей, хотя бы была чуть другая, с такой резиновой штукой нам стоила 30. Но я зажала. Вот такие примерно цены. Если ищешь, значит, найдешь. Хотя в этих магазинах обычно таких цен не встретишь. Спасибо магазинам с кондиционером за то, что я хотя бы где-то могу подышать. Короче, возвращалась домой, поменяла сумку на новую. И еду сейчас встречаться с своей подругой со школы, точнее с двумя, если у нас получится. И я, кажется, опаздываю очень сильно на автобус. Или нет. Очень надеюсь, что нет, но все-таки мне кажется, что да, опаздываю. Еще я приходила помолиться, потому что мне обязаловка на этой неделе, когда я дома, молиться каждый день. Все, побежала на автобус, побежала. Она стоит на домостике с Алисой и сроткаться. Но пока что я могу посмотреть и найти Алису саму. Кстати, это у меня очень хорошая идея, когда я разговариваю без наушников в таком общественном месте, потому что нихера не слышно. Видите, 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 видите. А что это за третьелетовый кизинок? Алиса, я снимаю влог. Я тебя даже не увидела. Я, она такая. Девочка села. Она выглянет, она так красиво заглянула обратно. Ну, смотрите, а что нишки внизу, это просто здравствуйте. Я похожа на силовую. Я взяла это просто посмеяться. Я не буду в этом ходить никогда в жизнь. Повторю еще раз. Я только что Алисе сказала, что я забыла, что я блогер. И запустила камеру из рук. Да, Алиса? А ты меня снимаешь? Молодый только себя. Мы, короче, пошли сейчас по магазинам, потому что мне дали 50% скидку на, сколько там, 8 магазинов, в котором я могу что-то купить. И вот Алиска купила себе сумку, точнее, рюкзак. Место 400 за 200 шекелей из новой коллекции. Я даже купила себе в Манго маленькую сумочку, потому что у меня есть белое платье. И, в принципе, когда одеваю светло, у меня нет сумки. А сейчас, когда есть темная, у меня подходит эта коричневая. И, в принципе, черных сумок у меня 3. Ой, класс, тут есть Томми Хилл Фиггер. Короче, всё, мы сейчас идём кушать, и мы ищем место, где бы там пожрать. А ещё Алиса никогда не была в Сороне, а это, вы знаете, я уже говорила 10 тысяч раз, что это одно из моих самых любимых мест в Тельчике. И поэтому мы сейчас идём смотреть на Сорону, и чтобы... Я тебе покажу, что тут есть, покушать, потому что там есть очень много всего. И после этого мы поедем до дому. Ой, затемнилось, ой, снова светло, ой, снова темно. Короче, всё, пошли мы смотреть, что есть. Которые есть очень вкусные макаронцы, но они дорогие. Хотя, может, уже они дорогие. Короче, сейчас вам засниму, как выглядит Сорона Маркет в Тель-Авиве. Если вы будете здесь, это возле Каньона Изриэля, 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 обязательно сюда придите покушать. Элис? Да. Как это выглядит? Тут суши, тут сыры, тут бургеры, там всякие ещё кучи всякие. Очень прилично. Хочу сыр. Вкусный. Вот тут не кошер нас. Это мой рай. Я не смогла удержаться. Алиса тоже не может удержаться. Это слишком вкусно. Я люблю... Это моя жизнь. Если вы хотите, чтобы я была вашей на всю жизнь, дарите мне макарон. Ммм, вкусно тебе? А я такую не взяла, ну ладно. Посмотрите на неё. Всё, что нужно женщине для счастья. Меня так купить можно. Я не продажная, но так можно. Пациент. В общем, я уже вернулась и даже намазалась кремчиком. И я сейчас редактирую влог и поняла, что с вами не попрощалась. Так что целую, люблю и до завтра. Спасибо. Продолжение следует...